Антон Буткевич. Наследник. Книга третья. Война кланов. Глава первая. Такого я не потерплю, долгоиграющее сотрудничество. — Что? И это ты называешь планом? Моя недавняя сопровождающая не выдержала первой и начала возмущаться. Ее имени мне никто не сказал, поэтому, сузив глаза, я сидел спокойно, дожидаясь продолжения. Впрочем, долго ждать не пришлось. — Ты хочешь нас всех погубить? — Дитрос, успокойся, — повернулась Эртах, говоривший. — Что ж, теперь мне хотя бы известно ее имя. Остальное для меня остается загадкой. Кто она, какую должность занимает и так далее. Посвящать в такие подробности мою скромную персону, по всей видимости, никто не спешит. — Давай послушаем нашего гостя. — Спасибо. Но мне бы хотелось сначала привести себя в порядок, а уже после говорить о задумке. Конечно, я непривередливый и спокойно могу щеголять в таком виде, но всему есть свой предел, особенно после длительного заключения под стражей в худших условиях. — Если они думали, что я просто возьму и проглочу нанесенные мне оскорбления, то сильно ошиблись. Весь мой план будет строиться на нашем дальнейшем сотрудничестве, но плясать под их дудку я не намерен. Да и если честно, хочется просто выглядеть как человека, не грязная и вонючая обезьяна без одежды. Если вопрос с моей ролью в произошедшем решен, я бы хотел выглядеть нормально. — Человек, какая разница, как ты там выглядишь? Думаешь, кому-то есть до этого дело? — произнесла еще одна пока безымянная для меня девушка. Смерив мою тушку пристальным взглядом, она цыкнула и состроила брезгливую гримасу. — Выслушать твой план мы можем и в таком виде. Как-нибудь потерпим. Так может, поменяемся местами? Не выдержал я такого откровенного хамства. На удивление Эртос Дитрос молчали, но внимательно следили за каждым моим словом и жестом. Неужели им интересна развязка? Или же... — Возьмем тебя, поваляем в грязи, заставим провести непонятно сколько времени в темной и сырой пещере, а после посадим на стул перед целой толпой мужчин голой. Как тебе идея? — Да как ты посмел, человек! — она встала и направилась в мою сторону с явными признаками негодования и даже неприкрытой ненависти от сказанных мною слов. Все остальные просто внимательно следили за скоротечным развитием событий. — Низшая раса, оскорбившая меня, сейчас ты поплатишься за свои слова. — И что, хочешь убить меня за правду? Она подошла и остановилась прямо возле меня. Девушка, как, в принципе, и все остальные представители этой расы, была невероятно красивой даже в гневе. Только когда на тебя смотрят с таким отвращением, даже красота отходит на второй план. Внутри взвинчивает негодующая пружина, готовая в любой момент сорваться. Это и случилось. Мое терпение лопнуло. — И кто здесь низшая раса? Напомни, кто оказался на несколько тысячелетий заперт под землю без возможности выбраться наружу? Люди или же ты? Так кого в итоге можно назвать низшими? — Ты. Галдеж среди остальных только начинал подниматься, а в мою сторону уже летел удар, отстоящий передо мной. Еще бы я без зазрения совести оскорбил их всех, да еще и находясь у них дома. Рассчитывать на другой исход в такой ситуации было бы попросту глупо. Только я был к этому готов и просто так сдаваться не собирался. Устал играть под чужую дудку, пора действовать более жестко. Да и у меня был план. Не зря я прихватил активированный артефакт с собой и все это время держал при себе. Удар, говоривший, до меня так и не дошел. Невидимый барьер, защищающий артефакт от таких ситуаций, и на этот раз не сплоховал. За десяток сантиметров от моего тела кулак девушки натолкнулся на невидимую стену, а после неведомая сила отправила ее в полет, заставив со всего маху врезаться в стол. Если бы он не был каменным, то сломался бы наверняка. Но вот беда, стол оказался крепче и потеряла сознание именно девушка. Сразу же воцарилась гнетущая тишина, и много агрессивно настроенных взглядов смотрели в мою сторону. Первое слово взяла Эрта. И как это понимать, Лотус? Мы вроде извинились за причиненные тебе неудобства и разрешили возникшее недопонимание. Даже начали обсуждать придуманный тобой план. А ты таким образом решил нам отплатить? В зале начало резко холодать. Все как и в прошлый раз. И теперь я полностью уверен, что повелительница обладает сильной ледяной магией. Остальные сразу отошли подальше от своего предводителя, на всякий случай. Да еще и находясь у нас дома, ты точно уверен в последствиях своих действий? Последние слова прозвучали с отчетливой угрозой в голосе. Шутки кончились, и церемониться со мной никто больше не собирается. Вот теперь пора показывать свою позицию. Иначе на меня так и будут смотреть со стороны силы, считая мусором и ручной собачкой. Обломаются. В своих действиях я уверен целиком и полностью, но все же одна вещь не дает мне покоя все это время, спокойно произнес я, внимательно осматривая всех присутствующих. Настроение у них было явно не такое, которое может сыграть в мою пользу. А вот в ваших не совсем. Или все ваши слова о том, что вы хотите, наконец, покинуть это подземелье и увидеть нормальный солнечный свет, ложь? Эрта, выходит, вы все же боитесь смерти, но пытаетесь доказать обратное. А меня хотели использовать в своих интересах, а после выбросить. Или я не прав? Меня интересует не то, откуда ты знаешь про меня так много. «Ведь это и так понятно», – она развела руки в стороны, намекая на тело Ранбут. Остальные попросту не сводили с меня взгляда, ожидая отмашку от своей повелительницы. «А то, почему в твою голову врезалась мысль, что я не собираюсь выполнять свои слова, а ты лишь расходный материал. Ответ на эти вопросы будет решающим для тебя, ведь если мне он не понравится, ты умрешь». Последние слова были сказаны довольно буднично и спокойно, но я целиком и полностью понимал, что это абсолютно не блеф. Пришло время показать свое красноречие. «Мои выводы были сделаны не просто так, а на основе многих сопутствующих факторов». Откашлившись, стараясь не делать резких движений, я продолжил. «Вы узнаете о предательстве собственной дочери. Перед вами находится один из артефактов, который, кстати, в моих силах отключить, но вы позволяете своим подчиненным так вести себя со мной. Тот, кто хочет выполнить задуманное и, наконец, избавиться от сдерживающей всю их расу силы, будет держаться за единственный шанс в моем лице это провернуть». «Но здесь такого не наблюдалось с самого начала. Именно такой вывод я и сделал за все время пребывания здесь. «Устроит вас такой ответ, правительница?» «Теперь мне оставалось только наблюдать и ждать ее решения. Мои слова были крайне резкими, пусть и правдивыми. Всю эту ситуацию я действительно видел именно таким образом, поэтому и высказался, ничего не скрывая. Остается дождаться ответа. «Твои слова услышаны, и в них есть доля истины, но только для тебя?» Обстановка в комнате после этих слов стала немного спокойнее. «Но враждебность и ненависть в глазах других по отношению ко мне никуда не делась. Главное, что перестала кожу щипать от ледяного воздуха. Ты, как и любой представитель человеческой расы здесь, чужак. Неважно, кто бы это был, отношение к любому из вас будет одинаковым, но не в твоем случае. Оно особенное. Твоя кровь очень сильная, из-за чего тебя и оставили в живых, даже учитывая, какие бедствия нам принес твой отец. Нам крайне сложно доверять представителям людей. Думаю, ты должен это понимать». «Должен, но все же не понимаю». На эти слова удивленно приподняли бровь многие, а я не стал заставлять их ждать. Продолжил. «Когда я только здесь оказался, то полностью понимал ваши отношения и крайне негативные эмоции, которые вы все высказывали в мой адрес. Здесь все было целиком и полностью оправдано и понятно. Но вот дальше...» Я вздохнул. «Ведь следующие слова будут довольно жесткими и для многих из них неприятными». «Только Ранбут вызвалось помочь с решением проблемы, беспокоящей именно вас в первую очередь. Не меня, а вас, напомню». «Да, в моей ситуации отказаться было бы просто невозможно. Вы спасли мне жизнь. Да и проигнорирую я ваше желание по поводу артефакта. Думаю, был бы моментально убит». «И что ты хочешь этим сказать, человек?» Меня перебила Дитрос, не дав закончив начатую мысль. Внимательно посмотрев ей в глаза, я решил проигнорировать ее слова и продолжить с момента, на котором был прерван. «И я пошел. Нам пришлось несколько раз с Ранбут оказаться на грани жизни и смерти, проходя каждый этап необходимого для прохождения испытания. И знаете, что самое интересное?» Я обвел взглядом каждую девушку в этом зале, но никто высказаться даже не собирался. Артефакт оказался в том месте, откуда я почти начал свое путешествие в этом подземелье. Прямо возле места, где меня запустили сюда твайгеры и встретили там я-я, предательницу. После того паразита, думаю, вы с моими словами согласитесь. Мы сражались не на жизнь, а на смерть с ней и Руэлис, находящийся под ее контролем. Мне удалось никого из них не убить и привезти вместе с артефактом к вам, не без помощи Ранбут. И что в итоге я получил? Тюремную камеру. «Человек, твое заключение было не прихотью, а необходимостью. Конечно, Ранбут всеми силами пыталась нам указать, что ты здесь жертва и поступил правильно. Но когда видишь окровавленные и находящиеся в ужасном состоянии тела наследниц и узнаешь, кто с ними так поступил, то...» Голос снова взяла Дитрос, оказавшаяся довольно адекватной особью. «Эмоции берут вверх, и с этим ничего не поделаешь. Да и мы скорее поверили бы им, а не человеку». «Вот именно. Даже если бы они оказались неправы, вы бы поверили им, а не мне. В итоге пострадал только я в этой ситуации. Человек, который всеми силами пытался решить вашу проблему, связанную с артефактами». Я выдохнул. Ведь вся накопившаяся злость медленно растворялась. «В этой ситуации мы были правы и неправы оба, поэтому глупо тянуть одеяло только в свою сторону». «Но что случилось дальше, когда вы убедились в моей невиновности?» «Напомнить?» «Мы позволили тебе сесть с нами за один стол и общаться на равных, насколько я могу помнить. Или ты думаешь, мы разрешаем делать такое любому человеку?» Удивленно подняла бровь Дитрос, совершенно не понимая истинную причину моего возмущения. Впрочем, в скором времени узнает. «Тем самым показали наши к тебе отношения». «Отношения?» «Я чуть было опять не закипел, но смог удержать себя в руках». Непробиваемая логика у этой барышни. Целиком и полностью свое отношение показала лежащая сейчас без сознания девушка. Она меня несколько раз оскорбила, после чего вообще собиралась напасть. И знаете, что самое интересное? На лицах некоторых появилась заинтересованность. Им стало интересно, чем же закончится наша перепалка. «Вам всем было абсолютно плевать на это, ведь никто из вас даже не попытался нас разнять или хотя бы на худой конец высказаться. Вот показатель вашего отношения, а не приглашение за общий стол». «Мне сейчас совершенно непонятно. Ты думал, мы будем носить тебя на руках и восхвалять как спасителя?» Наконец высказаться решилась Эрта, уже полностью спокойная. «Видимо, мои слова все же возымели результат, чему я действительно рад. Ведь на кону, как-никак, стоит моя жизнь». «Сколько уже таких моментов было, а всегда, как в первый раз». «Или что враги в прошлом просто возьмут и сразу поменяют свое отношение к человеческой расе? Пойми, у нас ненависть к людям в крови». «И это я прекрасно понимаю, но и не собираюсь быть вашей собачкой на побегушках с высунутым языком, выполняющим все ваши приказы». «Интересно, и что же ты предлагаешь?» Мне показалось, или Эрта на мгновение улыбнулась. «Взаимовыгодное сотрудничество и нормальное отношение ко мне и к моим людям в будущем. Думаю, это не так уж и сложно выполнить». Ну вот, наконец мы и добрались до самой важной части разговора, которого могло вообще не быть, если бы не хамское поведение, все еще лежащее без сознания девушки. «Звучит выгодно, но только для тебя. Какую выгоду от сотрудничества с тобой получим мы?» Дитрос в раз переменилась и теперь сосредоточенно на меня смотрела. «Большую, но не сразу. Во-первых, я помогу вам со сдерживающими артефактами. Во-вторых, буду выступать на вашей стороне против твайгеров, решивших вас подставить и предать. Ну и в-третьих, я постараюсь стать сильнейшим, после чего смогу диктовать свои правила и условия среди людей. И когда это случится, вы без всяких войн и кровопролитий сможете спокойно жить на поверхности». На одном дыхании произнес я. «Это довольно заманчивое предложение, но ты сказал, не сразу. Как долго нам придется ждать, пока ты станешь сильнейшим? И станешь ли вообще? Такие условия выглядят крайне размытыми». Снова взяла слово Эрта. «Думаю, пара лет особой роли для вас не сыграют, с учетом того, сколько времени вы провели под землей. Насчет стану или нет, будет зависеть также и от вашей помощи. От этого выиграют все». Спокойно сказал я, ожидая вполне очевидный вопрос, к которому я максимально осторожно подводил все это время. «Ждать мы действительно умеем, здесь ты прав. Только вот мне не ясно, что ты имеешь в виду под нашей помощью». Снова Дитрос влезла в разговор, и на удивление Эрта никогда не мешает ей это делать. «Здесь все крайне просто, как бы это ни звучало. Пришла пора раскрыть карты и четко обозначить рамки, которым я вел все это время. Бессознательной девушке стоит отдать должное. До ее поступка мне было совершенно непонятно, как разыграть придуманную партию. Но с ее помощью все вышло чуть ли не идеально. Руэлис Иранбуд, и желательно еще с десяток представителей вашей расы, отправиться со мной на поверхность. Но это уже после того, как мы разрешим вопрос с Твайгерами. Их помощь в моих планах просто необходима». «Так вот, к чему ты все это время нас подводил, не так ли?» «Еще бы Эрта не догадалась. Окажись, все иначе я бы усомнился в ней, как в правителе. Но она полностью оправдывает свою должность». «Только ты, наверное, забыл, что выглядим мы не совсем так, как вы. И даже простое наше появление может сразу подставить под угрозу жизни наших девушек. Ты этот момент не продумал, в отличие от остального, сказанного тобой. Я отказываюсь отпускать своих подданных на верную смерть». «Сказала, как отрезала. Если бы у меня не было козырной карты в руке, дело было бы швах. Только она у меня есть, и пришла пора ее активировать». «Этот момент я уже продумал давно, можете не переживать», – спокойно произнес я, задумавшись на мгновение. «Мой клан уже очень долгое время носит маски, скрывающие лица. Они почти всегда одинаковые. Но после моего появления я собираюсь их делать на свое усмотрение. Они полностью могут скрыть характеристики человека, особенно если их делаю я, а не мой дед. Технология мне известна, но она была несовершенна, и я ее улучшил. Таким образом, отправленные со мной девушки будут в безопасности, и от этого выиграют все». «Пока я вижу только плюсы, касающиеся лично тебя. Как от такого сотрудничества выиграем конкретно мы?» Этот вопрос задала Дитрос, до этого сидевшая с крайне задумчивым видом. «Как минимум информация. Находящиеся со мной девушки смогут вам ее поставлять, так сказать, из первых рук. Это поможет им адаптироваться и понять быт и стремление человеческой расы на своей шкуре». Открыто улыбнулся я. «А заодно и улучшить свои боевые навыки. Врагов у меня хватает». «Мы это обсудим, но только после озвученного тобой плана насчет твайгеров и артефакта. Сейчас это первоочередные задачи, от решения которых будет зависеть много факторов». Эрта внимательно осмотрела всех присутствующих, после чего щелкнула пальцами, и в зал вошел обслуживающий персонал. «А пока приведи себя в порядок, ведь этот сыр-бор ты не просто так поднял. Ну а мы в это время обсудим твое предложение». Противиться не стал и ушел с сопровождающими меня девушками. Два часа блаженства, во время которых мне удалось искупаться, полежать в теплом источнике и надеть чистую, а главное удобную одежду, прошли как пару минут. Когда я вернулся в обеденный зал, все попивали тягучий напиток. «Пора брать быка за рога». «Мой план довольно прост. Еще два часа споров, дебатов и прочего, и, наконец, мы сошлись во мнении. Их крайне сильно удивила моя задумка, но ее поддержали». «Тогда предлагаю начало операции назначить на завтра. Ну а сейчас я бы хотел поговорить с Руэлис и Ранбуд, если вы не против». Они кивнули, после чего отправили в выделенную комнату со словами, что скоро мне удастся с ними встретиться. «Завтра мне предстоит невероятная авантюра, с помощью которой я надеюсь расставить все по своим местам». Глава вторая. Возвращение. Первая деактивация. Примерно через час в комнату вошла Ранбуд, одна. Усевшись около меня на кровать, мы несколько минут просидели молча. Поговорить было о чем, но непонятное волнение вызывало стеснение. «Точно школьники на первом свидании, ей-богу. Пора начинать форсировать события и разрушить неловкую атмосферу». «Как ты?» – посмотрев девушке прямо в глаза, спросил я. Вопрос был задан не из вежливости, а из-за беспокойства о состоянии рыжей. Служить сосудом для своей матери, из ее же слов, крайне неприятная и довольно болезненная процедура, проходить которую не каждый захочет. Она еще и сама вызвалась. И для чего? «Думаю, по большей части из-за меня, ведь на кону стояла именно моя жизнь, не ее». «Нигде не болит?» «Очень, скажем так, своеобразные ощущения, но потерпеть можно. Единственная во всем этом проблема, так это то, что чем чаще и длительнее твое тело использует, тем больший ущерб в итоге ты получаешь. Можешь не переживать. Я знала, на что шла, и ни о чем не жалею. На несколько секунд в комнате снова повисла неловкая пауза, после чего девушка вновь заговорила. «Меня больше интересует, как чувствуешь себя ты. Мне успели поведать, как прошел недавний разговор». «Вполне терпимо, но в некоторых моментах было довольно сложно сдерживаться, если честно». Улыбнувшись девушке, пытаясь показать веселое состояние, продолжил. «Можно сказать, благодаря некоторым поступкам мне удалось договориться о различных вещах, которые без этого было бы довольно сложно поднять на обсуждение. Так что все нормально, жить буду». «Ты... ты действительно все это проделал ради меня, Ируэлис?» Довольно робко спросила девушка, как будто чувствуя за собой какую-то вину. «У меня и в мыслях не было ставить ее в неловкое положение, но недопонимание все равно возникло. И ради этого пошел на такой риск?» «Я же обещал, а мужчины выполняют свои обещания. Небольшие разногласия – не повод отказываться от своих слов». Подсев поближе к девушке, я наклонился и обнял ее. «Да и если честно, мне уже довольно трудно представить себя без твоего присутствия рядом. Да, возможно, сейчас нам абсолютно не до романтических отношений, но когда ты рядом, я чувствую себя намного спокойнее. Извини за такую прямоту». «Тебе не за что извиняться, Лотус, ведь именно ты подарил те чувства, которые дают мне повод двигаться дальше». Девушка вывернулась из моих объятий и поцеловала в щечку. «Поэтому я пойду за тобой туда, куда ты только пожелаешь. Только ответь мне на один вопрос. Почему помимо меня ты еще и решил выбрать в свои спутники Руэлис?» Сказано было с ноткой небольшой ревности в голосе, и это было даже немного забавно. Стараясь не нагнетать обстановку, я ответил, почти не задумываясь. «Твоя сестра очень сильно помогла мне вначале и даже спасла жизнь, когда остальные были готовы разорвать меня на части. Если бы не ее покровительство в тот момент, моя история уже давно бы закончилась. Сейчас, после нанесенных мною ран и рассказа о том, насколько тяжело ей приходится, в роли сосуда для своей матери, я понял, мне хочется, чтобы она увидела мир и хоть немного отдохнула от всего этого. А лучший для этого способ – забрать ее с собой». Глядя рыжей в глаза, произнес я и, остановившись всего на мгновение, перевел тему. «Кстати, а где она? Неужели ваши маги не в состоянии поднять девушку на ноги такой долгий промежуток времени?» Все ее раны уже давно излечили, но истощение магической энергии – это совсем другое дело. Ее внутренний запас был исчерпан до самых глубин, и поэтому ей еще необходимо отдохнуть и набраться сил. Хотя, если быть совсем честными, она планировала прийти сюда, только я ее остановила. Она еле стояла на ногах, и такое могло только задержать ее восстановление. «Думаю, к моменту, когда план окажется в действии, она будет здорова». Девушка поднялась и начала ходить из стороны в сторону, о чем-то задумавшись. Наконец, остановившись, она продолжила. «Только почему ты с такой уверенностью говоришь о нашей возможности покинуть это подземелье? Мы еще даже не знаем, какого именно типа оказался артефакт в наших руках. Точнее, в твоих. Или ты уже это выяснил?» «Нет, совершенно без понятия. Это мы узнаем перед самым моим подъемом наверх. Если я хотя бы приблизительно понял структуру его работы, то раньше его деактивировать нельзя, в наших же интересах». Я достал обсуждаемую вещь и внимательно принялся его рассматривать. Как его активировать, я догадался почти сразу, как увидел. У него были выбиты с двух сторон выемки в форме шара. Древние могли пользоваться двумя типами энергии одновременно, как и я сейчас. Моя магия до сих пор заблокирована, но в скором времени с меня снимут наложенное заклинание. Судя по всему, мне будет необходимо залить в артефакт два вида энергии, а потом еще и капнуть сверху своей крови. По крайней мере, я вижу все именно так. Кстати, Ранбут отошла на довольно внушительное расстояние от меня, стоило ему появиться в моих руках. Сам же артефакт представлял собой нечто в форме большой закрытой вазы с различного рода орнаментом и буквами на абсолютно непонятном для меня языке. Исходящая от него энергия бросала в дрожь при обычном взгляде на этот предмет. Боюсь даже представить, каким трудом удалось создать такую вещь, которая две тысячи лет функционирует и не собирается становиться слабее. Очень мощная штука. Убрав его подальше от себя, девушка опять уселась возле меня. «Ты же понимаешь, что пойдешь туда один, да еще и с этой вещью!» Кивок головы явно намекал на артефакт, старательно убранный подальше. «А если они не согласятся на твои условия или смогут каким-то образом узнать все задумки, тогда на твою жизнь и медные монеты не поставишь, настолько сильно она будет под угрозой?» Естественно, все учесть невозможно, но большинство из возможных рисков мною были просчитаны. Если что-то и пойдет не так, то в этом будет только моя вина и ничья другая. Улегшись на кровать, я прикрыл глаза. До обозначенного Твайгерами конца срока осталось совсем немного времени. Если я не вернусь к завершению завтрашнего дня, то все. Поэтому начало операции было назначено на раннее утро, а сейчас я собирался набраться как можно больше сил и как следует отоспаться. «В любом случае, я обязан вернуться, ведь там находится Лу. Ты же говорил о двух твоих подчиненных, оставленных в заложниках, или я что-то путаю?» Ранбут еще не собиралась уходить, даже с учетом моей попытки намекнуть о желании отдохнуть. «Вроде на память не жаловалась?» «Ты абсолютно права в своих мыслях, и с памяти у тебя все более чем отлично». В Лу я уверен, и прошел через многое с ней. А вот во второй, в моей голове показывался фильм из воспоминаний, связанный с нашей встречей. «Если изначально мне все показалось более-менее логичным, то поразмыслив и сопоставив все факты воедино, я начал понимать, что здесь все крайне подозрительно. И считать подобранную в адском лесу девушку полноправным членом своей команды не могу, без должной проверки уж точно. Слишком она подозрительная, и вокруг нее огромное количество противоречий. Большого доверия к ней не испытываю, скажем так, а интуиция меня почти никогда не подводила». Лу нашла себе хорошего хозяина. Несколько шорохов, и уже на мою грудь легла голова рыжей. Но вот примерно к этому все и шло. Я даже не удивлен. Хотя девушка сумела в очередной раз заставить меня улыбнуться. «Мы с тобой многое прошли, особенно в третьей части испытания. Надеюсь, ты не против, если мы с тобой и сейчас ляжем спать вместе. Когда ты не рядом, я чувствую себя некомфортно». «Хорошо. Как я могу отказать такой красавице?» Мои щеки коснулись невероятно нежные девичьи губы, и с улыбкой на лице мне удалось заснуть. Утро выдалось довольно хлопотным. Ранбут рядом не было, видимо, убежала готовиться к предстоящим делам. Умывшись и совершив все необходимые после пробуждения процедуры, я вышел из комнаты. Недалеко находилась пара девушек в полном обмундировании, скорее всего, приставленные для слежки за мной. Стоило мне показаться, как они сразу подошли ко мне и жестами показали следовать за ними. «Да уж, у них что, языков нет?» Впрочем, к такого роду отношению я уже привык, и даже мое недавнее возмущение не смогло так быстро поменять поведение отдельных представителей их расы. «Что ж, дайте мне вернуться домой с выделенными девушками. Я научу их, как правильно нужно общаться и обращаться с людьми. Только время дайте». «На этот раз мы пришли не в обеденный зал, от вида которого уже становится тошно, а к той самой пещере и озеру, где мне удалось достать артефакт. Здесь были все те, кто сидел за столом, и довольно большое количество бойцов крайне высокого уровня. Ощущение, что они готовятся к войне. А впрочем, так оно и есть. «Человек, ты действительно готов провернуть такое?» Первой со мной заговорила Дитрес. Рядом стоял Ранбуд, в теле которой на данный момент находится Эрта, и правительница пока молчала. Руэллис и Яя, замеченные в рядах девушек, не были. «Придуманный тобой план крайне опасный, и ты можешь первый попасть под удар. Ты действительно этого хочешь?» «Если бы не хотел, не стал бы его даже предлагать. Логично?» Внимательно посмотрев ей в глаза, я продолжил. «И перестань выделять слово «человек» так явно. Все же у меня есть имя. Лотус». «Ты еще не заслужил того, чтобы я обращалась к тебе по имени «человек». Последнее слово она специально выделила, только непонятно для чего. Задеть или подчеркнуть свое превосходство таким образом. Что творится в головах этих девушек из-за длительного пребывания под землей? Надеюсь, свежий воздух пойдет им на пользу». «Лотус, не обращай внимания на мою сестру. Добиться ее признания – это крайне сложный и тернистый путь», – наконец заговорила Эрта, раскрывая личность Дитрос. «Это оказалось крайне неожиданным и довольно занятным поворотом событий, которого я вообще никак не мог ожидать. Времени у нас, как ты понимаешь, и так в обрез, поэтому пора приступать. Действовать мы будем по заранее согласованному с тобой плану. А сейчас хотелось бы увидеть выполнение первой части нашей задумки – отключение артефакта. Заодно и узнаем, какой из них тебе удалось добыть. Поэтому повернись ко мне спиной сейчас и расслабься, будет немного больно». «Точно, как я мог забыть о заблокированной магии?» Через минуту давление, не покидающее меня, исчезло и, повернувшись к остальным, проговорил. «Согласен, не будем тянуть время», – спокойно произнес я и достал оговоренную вещь. Все сразу отошли подальше, стараясь даже не смотреть в ее сторону. Да уж, кроме меня, к нему приблизиться не может никто из них, как бы ни старались. «Наверное, сложно осознавать, что источник всех бед находится рядом, а повлиять на это нет никакой возможности. Это как попытка укусить себя за локоть». «Приступаю». «Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, я начал вливать энергию в артефакт. Он резонировал со мной и становился все ярче с каждым мгновением. Когда на него было больно смотреть даже мне, я резко кольнул себя обзаготовленную на поясе иголку в большой палец, после чего несколько тягучих капель крови упали на предмет. Первые несколько секунд ничего не происходило, и я уже начал было волноваться, как резкий выброс энергии бросил всех на пол, а свечение моментально исчезло. Он стал таким, каким был до вливания моей энергии. «Интересно, и что же это значит?» «Человек, что сейчас произошло?» Дитрос попыталась приблизиться ко мне, но лежащий в руках артефакт ей не позволил. Ее, как и ту первую девушку, отбросило с невероятной скоростью в стену, но по сравнению с прошлой, потерявшей сознание после удара об стол, этой хоть бы хны. Стала, отряхнулась и вернулась на место. Правда, приближаться вновь не спешила. «И как это понимать? Ты же говорил, что понял, как выключить эту штуку?» «Я только предполагал, но никак не утверждал», спокойно парировал, внимательно смотря на предмет в своих руках. «Если выключить его не вышло, то весь план может резко развалиться, и тогда проблем у меня прибавится. Хотя, если честно, я даже не знаю, каким именно образом я выкручусь из этой ситуации в таком случае». Но не прошло и минуты, как резко загудела, и еще одна волна вновь посадила всех на пятую точку. На этот раз Дитрос очень аккуратно попыталась приблизиться, но натолкнувшись на невидимую стену, резко остановилась, не собираясь, по всей видимости, повторять недавний опыт. «У нас есть возможность проверить, активен еще артефакт или нет?» Это я уже обратился непосредственно к матери Рыжей. Она внимательно посмотрела на меня, потом еще более пристально на лежащий в руках предмет, и только после этого заговорила. «Приведите кого-то из наших парней, и побыстрее». Несколько человек моментально испарились выполнять данный им приказ, а Эрта повернулась к своей сестре и отдала следующий. «Отправь проверить выход наружу, там, где ты уверена в безопасности. Если именно этот артефакт держал нас все это время здесь, ни в коем случае нельзя попасться Твайгерам в руки, тогда весь наш план будет разрушен. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Тогда я отправлю целый отряд из сильнейших воинов. В таком случае за их безопасность не будет смысла беспокоиться, и они смогут добраться намного быстрее, даже если встретят по пути монстров. В закрытых зонах их крайне много, ты же помнишь об этом?» – спросила Дитрос, при этом отдавая указания блестоящим девушкам, безоговорочно ее слушающимся. После этого повернулась в мою сторону и довольно буднично произнесла. «Надеюсь, ты понимаешь, чем грозит тебе и нам неудача с артефактом?» «Сложно не догадаться. Она говорила без угрозы, просто констатируя факт и была полностью в своей власти. Сам я тоже не ожидал такого результата, и сейчас довольно сильно переживал по этому поводу, но старательно держал спокойное выражение лица. Неудача сопутствует за собой полный крах всех моих задумок, без которых мне просто не обойтись в дальнейшем. Только и сделать что-то я еще пока не смогу». Потянулись томительные минуты ожидания результатов. Первыми, на удивление, вернулись отправленные Дитрос девушки, отрицательно помахавшие головами издалека. Даже без слов было ясно, что им не удалось выйти из подземелья. Удивительно то, что они обернулись быстрее отправленного ранее отряда. Видимо, до выхода было ближе, чем до поселения, где держат мужчин, сраженных проклятием. Примерно через час, когда терпение у многих начинало подходить к концу, а бросаемые в мою сторону взгляды становились все более злыми и не предвещающими ничего хорошего конкретно моей персоне, показался отправленный первыми отряд. Выглядели они растерянными и никуда не спешили, но при этом все так же вели, как собаку на поводке представителя сильной половины. Настроение в воздухе как-то резко изменилось, и меня невольно пробило зноб. Сзади раздался хриплый от волнения голос Дитрос, громко спросивший, еще не успевших подойти девушек. Неужели? И такая неприкрытая надежда в голосе, что мне аж стало не по себе в этот момент. Да, после этого всю пещеру сотряс радостный крик, сменившийся слезами радости от всех представителей расы магов. Каждая из девушек подбегала к парню, внимательно всматривалась в его глаза и начинала ликовать вместе со всеми от радости. Казалось, безграничному веселью не будет конца, но все же пришлось задать свой вопрос, ведь мне абсолютно была непонятна причина их радости. По моему мнению, ничего не изменилось. «Что случилось? Почему вы все так сильно радуетесь? Ведь ничего не изменилось?» Спросил я в Лоперту, наверное, единственную из всех, соблюдающую хладнокровие и внимательно наблюдающую за происходящим. Хотя на ее лице нет-нет, да и проскальзывала глупая улыбка, которую она старательно прятала почти сразу же. «У тебя получилось деактивировать артефакт, и, как ты уже понял, этот отвечал за наложенное проклятие на наших мужчин», улыбнулась мама рыжей и продолжать, по всей видимости, дальше не планировала. Только я не мог оставить такой вопрос открытым. «Я действительно рад, что у меня получилось», спокойно произнес я, смотря как все ликуют и радуются. «Многие девушки вообще, по всей видимости, забыли о моем присутствии, разделись до гола и, затащив с собой парня, купались голышом в озере, обнимаясь и целуясь при этом». «Только изменений в поведении представителя сильной половины незаметно?» «А ты думал, что как только спадет проклятие, они начнут разговаривать и плясать от радости, как это делают сейчас остальные?» Она пристально на меня посмотрела, и мне на мгновение почудилось, что ей крайне не нравится этот разговор. Ощущение, будто она со мной как с ребенком разговаривает. Такое только в детских сказках возможно. Лотус они две тысячи лет провели в таком состоянии. Раньше у них был взгляд зверя, в котором читалась привязанность, но не интеллект. Сейчас же все изменилось, и с нашей помощью они станут нормальными. Теперь понимаешь, почему остальные так рады? У них появится возможность любить и рожать деток по своему желанию, а не надеясь на чудо сверху. Такие эмоции нельзя взять и просто сдержать. Да, теперь мне стало понятно. Как-то сразу в мою голову и не пришло, что после двух тысяч лет застоя именно так все и произойдет. Честно говоря, я ожидал другого результата в случае чего, и собирался их использовать в своих целях. Но что есть, то есть. Меня еще крайне сильно порадовал тот момент, что к артефакту даже после деактивации не могут притронуться. Это значительно увеличивает шансы на успех нашего плана. Да, теперь я это понимаю. С моей стороны было упущением не подумать о настолько очевидном моменте. Еще минуту мы молча стояли и рассматривали резвящихся девушек, по всей видимости, в ближайшее время не планирующих останавливать свое веселье. Только время медленно уходило, и тратить его попусту не входит в мои интересы. Думаю, мне уже пора наверх. Боюсь, терпение у твайгеров может лопнуть раньше обозначенного времени. А этого хотелось бы избежать при любых обстоятельствах. На этих словах Эрта смогла успокоить своих разбушевавшихся подчиненных, и мы выдвинулись к злополучному подъему наверх, откуда я, собственно, в свое время пришел. Остановившись возле последнего коридора, я повернулся к своим сопровождающим. «Надеюсь на наше сотрудничество и в дальнейшем, особенно в осуществлении задуманного», — с улыбкой произнес я, прощаясь. «Да, в ближайшем будущем мы снова увидимся, но за последнее время я успел привыкнуть к этим невероятно красивым девушкам, не стесняющимся показывать свои искренние эмоции». «Об этом можешь не беспокоиться. Ты дал нашей расе надежду на дальнейшее существование, и с нашей стороны это было бы крайне некрасивым поступком. Откажись мы от своих слов», — заговорила Эрта, сразу показывая своим подчиненным позицию, которую им отныне необходимо придерживаться. «Все наши договоренности будут соблюдены, не переживай. Только у меня один вопрос. Каким образом ты собираешься заманить их сюда, учитывая, какой именно артефакт был деактивирован?» «Ну, они об этом точно не в курсе. Да и сами видели. Даже сейчас он не подпускает никого к себе. И это дает мне огромное преимущество», — открыто улыбнулся я. «То, что артефакт продолжает меня оберегать, было крайне хорошей новостью». «А как я это проверну, секрет. Не переживайте. Следующий этап нашей задумки оставьте на меня». На этих словах я развернулся и быстро направился в следующую пещеру, где меня будет ждать длинный коридор, ведущий наверх. До меня донеслись слова Руэлис, которую до этого я точно не видел среди своих сопровождающих. «Лотус, береги себя», — еле слышно прошептали стены вокруг меня, и я ускорился к выходу. Через несколько минут уже был на месте, а еще через довольно долгий промежуток времени добрался и до входа, возле которого мою тушку караулило несколько твайгеров. Они были крайне удивлены тем фактом, что я вернулся, и даже не скрывали этого. «Надо же, ты посмотри, кто это тут у нас. Выбрался, да еще и успел вовремя. А не сбежат ли ты захотел, человек?» Заговоривший был мне не по зубам. Все естество об этом кричало, но отмалчиваться было не в моих интересах. «А с чего бы я должен от кого-то бегать? Неужели вас поставили охранять этот вход?» Демонстративно из доли презрения посмотрел я на этих охранников. «Хотел бы сбежать, это бы труда не составило. Уж точно не такие слабаки, как вы, могли бы меня остановить». Только я договорил, как в мою сторону уже летел кулак ближайшего твайгера. Задеть меня у него не вышло. Артефакт продолжал функционировать, и обидчик отлетел на довольно большое расстояние, врезавшись в ствол дерева. Уже вечерело. А значит, времени у меня оставалось не так уж и много. Когда он вернулся, то, посмотрев в мою сторону, без всяких эмоций, повернулся к своему напарнику и произнес. «Доложи, Тиранис, что вернулся посланный ею человек». Не спуская с меня глаз, произнес он. «А я пока пригляжу за ним, чтобы он никуда не сбежал». «Да уж, мне предстоят нелегкие деньки».